Здравствуйте! В настоящем видео постараюсь коротко вам рассказать о том, как узнать, насколько правильно рассчитана ваша пенсия. Ни для кого не секрет, что есть случаи, когда пенсионный фонд рассчитывает пенсию некорректно, неправильно. Бывает это человеческий фактор, сотрудник где-то ошибся, бывает, что это не специально, бывает, что может быть и специально, о таких случаях и по телевидению не раз рассказывали и говорили. Так вот, как узнать, что вас не обманули и вашу пенсию посчитали правильно? Многие пенсионеры, ну я утрирую, конечно, не многие, но некоторые из пенсионеров, я знаю на практике, говорят, ну вот же выписка с лицевого счета есть, там вроде бы как все правильно. Но на самом деле выписка из лицевого счета, она не дает полной картины и не говорит о том, что вашу пенсию пенсионный фонд рассчитал правильно. Полную картину вам даст выплатное дело, ну в кавычках пенсионное дело, которое, кстати, вы имеете полное право запросить в своем территориальном органе пенсионного фонда. Есть специальная форма заявления для запроса такого выплатного дела, ну естественно, копию выплатного дела вам предоставят. Этот образец заявления по ссылочке в описании сможете скачать, при необходимости заполнить, подать его в свой отдел пенсионного фонда, либо через МФЦ это можно сделать. Так вот, и когда вы получите вот это выплатное дело, вы из него узнаете много интересного. Ну, например, о том, весь ли ваш стаж работы учтен при расчете пенсионного фонда. Узнаете о количестве баллов и их стоимости. Ну, в общем, много всего интересного и у вас будет уже, скажем так, полная картина для того, чтобы понимать, правильно ли вам насчитали пенсию или неправильно. И уже отсюда принимать решение, обращаться ли в пенсионный фонд для того, чтобы вам сделали перерасчет, причем еще и задним числом, да. Или обращаться, например, в суд. Я вам скажу так, в конце этого видео у меня есть знакомый юрист, он сам пенсионер. И он занимается вот такими вот пенсионными делами. Очень часто судится с пенсионным фондом. И с его слов, конечно, он рассказывает о том, что чуть ли не каждый третий человек, пенсионер, получает пенсию меньше того, чего он заслуживает. Однако, в его практике были и другие случаи. Об одном таком случае я как-то вскользь упоминал на своем канале. Но я знаю об этом деле. В 2018 году к нему обратилась пенсионерка. Они были уверены, что ей пенсию рассчитали неправильно, что она должна быть больше. Подали исковое заявление в суд и проиграли. А результатом этого проигрыша стало то, что пенсионерка стала получать пенсию меньше, там, что-то около 700 или 800 рублей в месяц. Поэтому будьте аккуратнее. Но вот такая информация. Кому оказалось полезной, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Там можно получить юридическую консультацию. Всем до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...